Наша рубрика посвящена знаменитым людям искусства. Женщина, о которой мы расскажем сегодня, при жизни для культуры и искусства своего государства не сделала ничего особенного. А вот спустя 14 веков до нашей эры и 19 веков уже нашего времени, которые прошли после её смерти, она, вернее её изображение, стала признанным шедевром мирового искусства. Сегодня поговорим о Нефертите, вернее, о её бюсте. Высокие волевые скулы, большие глаза миндалевидной формы, изящные черты лица, чувственные и чётко очерченные губы, аккуратный нос. Такой предстаёт перед нами царица Нефертити, считавшаяся в Древнем Египте эталоном красоты. Её имя так и переводится. Красавица идёт. Муж Нефертити был фараоном. Звали его Аманхотеп IV. Сначала Аманхотеп IV, а потом он переименовал себя в Эхнатона в связи со своей реформаторской деятельностью. Дело в том, что он ввёл монотеизм, по-нашему, однопартийность. Вежливо, но настойчиво попросил всех своих подданных поклоняться единому Богу, Богу Солнца Атону. Реформу пришлось продавливать. Продвигалась она с трудом, несогласных с ней было достаточно много. Среди них были, конечно же, и жрецы. Собственно говоря, после смерти Эхнатона они ему отомстили, постаравшись предать его имя забвению, и избавились от однопартийной системы. Эхнатон называл свою супругу «усладой своего сердца». На одном из рельефов, найденных в городе Ахитатоне, который был построен во славу Богу Атону, запечатлён поцелуй Эхнатона и Нефертити. Это первая любовная сцена в истории искусства. До наших дней дошло любовное послание, написанное фараоном своей супруги. Любовь моя, королева юга и севера, возлюбленная моя, Нефертити, я бы хотел, чтобы ты жила вечно. То ли пожелание царственного супруга имело такую волшебную силу, то ли солнце лекий Бог Атон постарался для своей любимицы, но Нефертити действительно обрела вторую жизнь в своём гипсовом изваянии. О прошлом красавице, сумевшей влюбить в себя правителя, известно немного. В каком именно городе родилась будущая царица, неясно. Вероятнее всего, она родом даже не из Египта. Сведения о родителях Нефертити также разнятся. Доподлинно известно, что её 12-летнюю привезли во дворец в качестве подарка фараону, чтобы наладить с ним отношения. Фараон Аманхотеп III правил в то время Египтом. Вскоре он скончался, и, как это не звучит ужасно сегодня, все наложницы должны были последовать за ним, должны были умереть. Нефертити этой участи смогла избежать, потому что, по счастливой случайности, попалась на глаза сыну правителя, будущему Аманхотепу IV. И он в неё влюбился. Нефертити по праву считалась главной женщиной его жизни и обладала такой же властью, как и её муж. Для жителей Египта Нефертити была не просто супругой фараона. Она почиталась как царица, как вторая половина единого божественного целого. Именно поэтому изображения Эхнатона со временем приобретали некоторые женственные характеристики, а изображения Нефертити – маскулинные черты. Резиденции фараона, вопреки общему мнению, не были такими уж огромными – в среднем около 160 квадратных метров. Каждый следующий дворец должен был быть красивей и обставлен шикарней предыдущего. Дворец Нефертити окружали роскошные сады с аллеями и бассейнами. Пол во дворце был украшен цветной мозаикой, а потолок, стены и колонны – различными росписями. Росписи изображали сцены из жизни фараона и его семьи или рисовали правителя в окружении наложниц. Наполняли жилища египетской царицы, дорогая мебель и предметы быта из золота или драгоценных камней. Получив от мужа власть, Нефертити не стала засиживаться в роскошных покоях, тратя все свое свободное время на выбор нарядов или косметические процедуры. Она встречалась с местными политиками, участвовала в переговорах с руководителями соседних государств и во всех торжествах, посвященных новому богу. Фараон души не чаял своей красавице-жене, родившей ему шестерых дочерей. Однако всерьез задумывался о продолжении рода. Сына ему родила вторая супруга – Тутанхамона. Воспитывала его Нефертити. После скоропостижной кончины Эхнатона, по некоторым данным, Нефертити заняла престол и уступила Тутанхамону, когда тот подрос. Чтобы совсем не лишаться власти, царица женила его на одной из своих дочерей. В этом нет ничего удивительного. Фараоны часто женились на своих ближайших родственницах, в частности на сестрах, чтобы избежать смешения своей царской крови с кровью неблагородного происхождения. Удивительно, как жена, не совершившая самостоятельно, без помощи мужа, ничего примечательного, опережает своего супруга, великого реформатора в популярности. А все потому, что была очень красива при жизни и хорошо сохранилась после. В своем дневнике Людвиг Борхард сделал знаменательную надпись «Описывать бесцельно. Смотреть». Именно он в 1912 году в скульптурной мастерской художника Тутмаса Веля Марни обнаружил уникальный бюст царицы Нефертити, который впоследствии стал одним из самых узнаваемых символов древнеегипетской культуры. Голову супруга в стене мастерской также обнаружили, но выглядела она не очень презентабельно. Лицами разобрать красок не видно. А вот Нефертити сохранилась превосходно, не считая пустующей левой глазницы. Эта древнеегипетская красавица составила компанию другим знаменитостям с увечьями. У Никиса Мафракийской нет головы, у Венеры Милосской рук, а Нефертити без глаза. Существует несколько версий, почему так случилось. Одна из основных версий гласит, что египтяне не делали точных копий лиц людей. Это объясняется их верой в то, что между любым изображением человека и самим человеком существует особая мистическая связь. И если вдруг с изображением, будь то рисунок или статуя, что-то случалось, та же участь могла постигнуть и человека. Художники и скульпторы старались незначительно исказить свою работу, чтобы не добиться по-настоящему портретного сходства. Тутмос таким образом защитил Нефертити. Если бы с бюстом что-то произошло, то прототипу это бы не грозило. Вторая версия также связана с суевериями древних египтян. Они верили, что душа умершего может посещать свое тело. И дабы она не перепутала тело со статуей, скульптор намеренно исказил бюст. После смерти прототипа бюст должны были закончить. Эта версия звучит очень неправдоподобно, однако в ее поддержку не найдено более ни одного одноглазого изображения, кроме нашей героини. Третья теория гласит, что работа попросту не завершена. Может быть ее не успели закончить, или она служила наглядным пособием для подмастерий, чтобы они лучше понимали внутреннюю структуру глаза. В пользу этой теории говорит тот факт, что в пустующей глазнице отсутствуют остатки клея или какого-либо вещества, которое бы держало врачок. Зато это место было тщательно проработано. И, наконец, самая маловероятная, но очень романтичная теория гласит, что скульптор Тутмос был влюблен в царицу. После того, как его ухаживание отвергли, он оставил глазницу пустой, иносказательно говоря о том, что правительница не смогла разглядеть истинных чувств. Когда ученые и археологи смогут найти подтверждение хотя бы какой-нибудь из этих теорий, одной загадкой вокруг Нефертити станет меньше. О Людвиге Борхарде, археологе, руководившем экспедиции, которой посчастливилось найти голову Нефертити, известно многое. Известно, например, что он вывозил часть найденных артефактов в Труссию, действуя в рамках абсолютно легального, законного договора. Известно также, что голову Нефертити он закамуфлировал для того, чтобы египтяне не совсем разобрали, что именно вывозится. Соответственно, вывез он ее на законных основаниях, но вот в описи указать, что именно вывозит, забыл, иначе вывезти вряд ли бы смог. Парадокс нашей истории в том, что до недавнего времени о человеке, сыгравшем в судьбе Нефертити ключевую роль, не было известно практически ничего. Джеймс Симон, богатый торговец хлопком, меценат и страстный любитель искусства. Именно он спонсировал археологические раскопки, в результате которых Нефертити была извлечена из-под песка и предстала миру во всем своем великолепии. Некоторое время по прибытию в Пруссию Нефертити простояла на вилле Джеймса Симона на каминной полке. Потом он заказал две копии. Одну копию Бюста оставил себе, а вторую подарил кайзеру Бельгельму II. Кайзер, после отречения, отправляясь в эмиграцию, взял эту копию с собой. Ходят легенды, что не только этот правитель искал утешения в образе древнеегипетской царицы. Согласно слухам, оригинальный бюст Нефертити находился в бункере фюрера Третьего рейха Адольфа Гитлера перед его смертью. Но, скорее всего, это действительно только слухи, которых полным-полно вокруг признанных красавиц с прошлым. А вот что не является домыслом, так это то, что меценат Джеймс Симон передал оригинальный бюст Нефертити в художественное собрание прусского королевского дома в 1920 году. Вместе с этим бюстом берлинские музеи получили в дар от Симона более пяти с половиной тысяч уникальных артефактов. Отчего же до сих пор этот человек был так мало известен общественности? Да от того, что был он прусским евреем. А расовая идеология нацизма требовала стереть всякую память о нем и о других деятелях культуры еврейского происхождения. После Второй мировой войны о них почти не вспоминали. Но это уже совсем другая история. После того, как Джеймс Симон поделился египетской красавицей с властями, те испугались, что египтяне потребуют свою царицу обратно на родину и спрятали Нефертити в Берлинском музее. Однако спустя несколько лет немцы все-таки не выдержали. И в 1924 году Нефертити впервые вышла в свет на Берлинской выставке. Одной недели хватило, чтобы европейские женщины начали подводить глаза а-ля Нефертити. А египтяне все-таки заругались и потребовали вернуть свою царицу обратно на родину. В ход шли даже угрозы. Немцев пугали смертельным проклятием Нефертити. От греха подальше бюст снова заперли в музейных складах. Пробыла царица египетская в заперти аж до 1956 года. Но ожидание того стоило. Ее возвращение было триумфальным. Изображения Нефертити стали тиражировать всеми возможными способами. На брошах, кулонах, духах, сигаретах, постерах, чемоданах. Тиражировался именно профиль царицы с уцелевшим глазом. Таким образом, общественность проявила к египетской правительнице прямо-таки джентльменскую галантность. Словно речь шла не о каком-то артефакте, а о настоящей женщине. А женщины, особенно признанные красавицы, любят, когда их показывают в выгодном свете. Египтологи считают, что Нефертити умерла в возрасте 30-40 лет. Что стало причиной ее смерти, доподлинно неизвестно, потому что мумии так и не нашли. Существует теория, что жрецы, недовольные реформами, после смерти Эхнатона устроили заговор и убили царицу. Согласно другой версии, она умерла от неизвестной болезни, с которой в то время врачи не могли справиться. В последние несколько десятков лет археологи делают сенсационные заявления о том, что нашли усыпальницу Нефертити, в частности, ее мумию. Но пока подлинность этих находок не подтверждена, нереально прекрасный гипсовый образ является самым реальным артефактом, оставшимся после легендарной царицы.